Аквартизация Гальского района. И вообще-то граждан поположено или нет? Вот это надо точно узнать. Нельзя так поступать с гражданами, которые проживают на твоей территории. То есть испокон веков они живут там, там есть этнические, абхазы тоже. И эту проблему создали искусственно. Дети не могут служить. Сегодня родившиеся в Гальском районе, дети не могут получить гражданство. А куда им деваться? Какая страна у них? Он в Гале родился. Где он должен дальше жить? С каким документом он должен ходить по миру? С каких? В свою очередь население Гальского района тоже должно иметь определенную ответственность за гражданство абхазии. Это тоже надо понимать. Мы все прекрасно знаем, что у многих есть гражданство Грузии и так далее. Мы понимаем только одно, что нет здесь условий тех, которые и возможностей, которые получает это население на той стороне. Мы будем биться за это. Мы будем делать это. Но тогда будет совсем по-другому поставлен вопрос и к тому населению Гальского района, у которых есть грузинское гражданство. Тут на двух стульях сидеть не получится. Если мы вместе считаем себя гражданами этой страны, мы все вместе должны ее строить. И все вместе нести ответственность. И служить в армии, и учиться, и помогать все вместе развиваться. И это тоже надо понимать. Понимаете? Вот это очень тонкие вещи. А тот, кто родился в этой стране, он действительно имеет право иметь гражданство. Здесь по-другому быть не может. Понимаете? Детский садик. Тогда вы помните, что говорили, зачем столько детских садов, зачем сколько школ ремонтируют, зачем нам это надо, зачем то надо. А сейчас практика показала, что их не хватает. Понимаете? Мы же всегда жалуемся, что нас мало, нас мало, в республике количество населения мало, абхазов мало. Может, небольшие, но детские сады необходимы. Человек не может пойти, родитель, на работу, потому что ребенка оставить неком. Не у всех бабушка дома, не у всех дедушка дома. Не каждый сегодня может нанять няньку за дополнительную плату. Эти функции все должны выполнять детские сады. Какая-то достоверная информация о запуске нашего аэропорта? В аэропорту это бизнес-проект. Ни рубля государственного там нет. Это где-то, ну, по моим подсчетам, где-то полтора года. Год. Инвентаризации нету. А вот вокзал чей еще надо выездить. А потом уже приступить к ремонтным работам. Да, да, ситуация у нас, к сожалению, в республике вот такая. В магазинах можно спокойно купить спиртные напитки и сигареты до 18 лет. В России есть закон, который запрещает продажу спиртных напитков и сигарет до 18 лет. Почему в Абхазии нельзя такой закон утвердить? Я вам скажу, это даже можно сделать городским собранием, да, принято на городском собрании вот эти нормы. Я думаю, где-то есть это. Это есть, где-то есть, я уже помню, что это есть. Но другое дело, да, депутаты, они работают над этими законами. Где наши участковые, которые за этим должны следить? Где наши эти проверяющие, которые за этим... Вот в Краснодарском крае, по краю принят закон, знаете, в 11 часов социальные службы вместе с милицией, сейчас у них полиция, ходят по всем объектам, по целому краю созданы такие службы специальные. Увидят несовершеннолетнего в общественном заведении, в кафе, в ресторане. Они не ребенка наказывают, родителей наказывают. Студенты не могут после учебы устраиваться на работу. В этом вы говорили, а как это будет происходить, как это будет? Будет закон о первом рабочем месте. Понимаете? Мы, конечно, думаем над этим вопросом. Некуда людям идти работать. Мест нету, штатов нету, все везде различные причины, куда бы вы ни подошли. Да, вот в советское время, помните, у нас по профилю людей, по направлению заставляли ехать работать. Педагогов в село, да, если педагогический факультет заканчивали. Пока два года не отработаешь, диплом не выдавали. Этой системы уже нет. Да, хорошая система была в свое время. Надо прибегать к другим формам. И надо открывать рабочие места. Ведь у нас кто в основном? Юрист, экономист? У нас... Как? И аферист, говорит, да, подсказывает. Да. Поэтому нужно... У нас технарей нету. У нас нормальных сантехников уже пожилые, они по возрасту. Не найдешь нормального сантехника. Я тренер детско-юношеской сборной по баскетболу. По баскетболу. Да. У нас на Маяке нет ни одной спортивной площадки по баскетболу. У нас не проводится чемпионат по баскетболу. Потому что, к сожалению, урезают все... Бюджет урезает все возможные деньги для проведения. Мне приходится просить родителей, чтобы мы на какие-то поездки поехали, выехали. Раньше без Сергея Васильевича Богапшина мы как-то могли выезжать. Потому что он являлся президентом федерации баскетбола. К сожалению, у нас сейчас президента нет федерации. Я вот лично хочу отдать свой голос вам. Но хочу быть уверен, что вот у нас именно, я не знаю, футбол идет развитие какое-то. Другие спорты идут развитие. В баскетболе что будет? Вы можете мне вот... Не то чтобы скажем, вы пока еще не стали президентом, пока я могу задать вопрос. Когда я стану, на второй день почувствуйте, что все будет хорошо. Я точно тебе могу сказать, что я сам люблю спорт. Баскетбол тоже красивый вид спорта. И спортом государство должно заниматься не только баскетболом. Но в целом поднимать спорт нужно в Абхазии. Это деньги вкладываешь в будущее. Это в здоровую молодежь. А если здоровая молодежь, значит здоровая нация. Это необходимо делать. Начиная с 12-й школы, мы, жители, относимся к городской черте. Только по улице Адлиева стоят мусорные баки на трассе. Нигде ни одного мусорного бака. Кто-нибудь задумывался, куда народ, жители этого города, выкидывает мусор? Мусорные баки, если мы не ставим там, где нужно, где живет население, там появляются хаотические свалки, скидывают жители мусор, где попало. Все, вот эта мусорная история начинается именно оттуда. Если там будут стоять контейнерные баки на своих местах, то и столько мусора в городе не будет. Конечно, конечно. Баки надо покупать и спецтехнику для этого. И больше ничего не надо. И вовремя вывозить. Высшие математики есть. Субтитры создавал DimaTorzok